Всех приветствую на моем канале, в сети появилась информация о новой Skoda Octavia A8 в исполнении для России. В частности, стал известен набор двигателей и коробок передач, с которыми будет предлагаться машина. Также стали известны предварительные цены на новинку. Также в этом видео я покажу, как будет выглядеть Octavia в самых простых комплектациях, коих будет, скорее всего, большинство. Итак, производство новой Skoda Octavia на конвейере в Нижнем Новгороде начнется в конце года. В базовом новой Octavia останется старый атмосферный мотор объемом 1,6 литра, выдающий 110 л.с. Такой мотор продолжит агрегатироваться с 5-ступенчатой механикой, либо 6-ступенчатым автоматом Aisin. С высокой степенью вероятности большинство таких автомобилей продолжат покупаться в простых комплектациях и будут попадать в корпоративные парки, либо такси. Octavia в простой комплектации будет выглядеть куда проще, чем она же в топовом исполнении. В первую очередь бросаются в глаза обычные штампованные колесные диски с колпаками диаметром 16 дюймов. Также отсутствуют хромированные молдинги вдоль оконной линии. Внутри отличие от наваршированных Octavia куда больше. Автомобили в базовом исполнении Актив получат обычную аналоговую приборную панель. Зачастую производители начав устанавливать на машину цифровую приборку, базовую аналоговую делают откровенно убогой. К счастью, в Skoda не пошли по этому пути, сохранив презентабельный внешний вид аналоговых шкал. У такой машины будет обычный пластиковый, не многофункциональный руль. Не будет самозатемняющегося зеркала заднего вида, а отсутствует передний подлокотник. У сидения переднего пассажира не будет регулировки по высоте. Салон отличается более простой обивкой. Тем не менее, даже такая Octavia будет обладать мультимедийной системой с 8-дюймовым экраном, с помощью которой можно будет управлять в том числе и настройками кондиционера. Также базовая версия сохранила светодиодные фары, электромеханический стояночный тормоз и кнопку запуска двигателя. Базовые Octavia для Европы сохранили большую часть средств активной и пассивной безопасности, включая 7 подушек. У нас же, к сожалению, в базе будет лишь 2 фронтальных подушки безопасности. Кондиционер, однако базовая версия останется. По предварительным сведениям, машина в такой комплектации с двигателем 1.6 и механической коробкой передач будет стартовать от 1.190.000 рублей. Машина с автоматом обойдется на 60.000 дороже. При этом, по имеющейся информации, базовая версия отныне не будет предлагаться с турбомотором. Следующая комплектация Ambition будет упакована значительно лучше. Такая машина будет начинаться от 1.370.000 рублей за машину с мотором 1.6 и механикой. У такой машины уже будет 4 подушки безопасности, климат-контроль и легкосплавные диски. Кроме того, исчезнут многие упрощения в салоне. Появится подлокотник. Появится регулировка пассажирского сидения по высоте. Приборный щиток станет электронным. Появится и полноразмерный экран мультимедийной системы. Кроме того, такая машина будет доступна с двигателем 1.4 Turbo, который будет агрегатироваться как с шестиступенчатой механикой, так и уже восьмиступенчатым автоматом i-SIM. При этом машина с мотором 1.6 и автоматом будет стоить 1.430.000 рублей. Машина с мотором 1.4 и механикой 1.445.000 рублей. А машина с двигателем 1.4 Turbo и автоматом 1.525.000. Уже здесь новая Octavia заметно выигрывает у недавно появившейся на российском рынке Volkswagen Jetta нового поколения, для которой связка турбомотора и автомата предлагается лишь в топовом исполнении. За совершенно безумный 1.900.000. Да и автомат там имеет всего 6 ступеней. Я уже пробовал прокатиться на Skoda Carrox с мотором 1.4 Turbo и восьмиступенчатым автоматом, и могу сказать, что новая коробка заметно лучше старой. И дело здесь не в количестве ступеней. Я обнаружил у неё два преимущества. Первое – это более плавная работа, а второе – отсутствие троллейбусного воя, который слышен на всех автомобилях, оснащённой 6-ступенчатой коробкой i-SIM, будь то Volkswagen, Skoda или, например, у меня на Peugeot. Для новой Skoda Octavia в комплектации Style мотор 1.6 предлагаться уже по имеющейся информации не будет. Базовым для такой версии стоит мотор 1.4 Turbo с механикой либо автоматом. Такая машина будет начинаться от 1.550.000 рублей, а с автоматом 1.630.000 рублей. Такая машина уже в базе будет оснащаться семью подушками безопасности и активным круиз-контролем. У неё будут легкоспламные 17-дюймовые диски, подогрев руля и лобового стекла. Впрочем, многие из этих опций будут доступны в качестве пакетов и для более простых комплектаций. С другой стороны, многие опции вроде комбинированного или полностью кожаного салона останутся доступными лишь в виде в доп. пакетов даже для топовой версии Style. Фактически, полностью оснащённая Octavia с мотором 1.4 обойдётся приблизительно в 1.8.000.000 рублей. Но и это ещё не всё. Как стало известно, для российской Octavia будет доступен и топовый двухлитровый мотор, выдающий 190 лошадиных сил. Такой двигатель будет сочетаться лишь с роботизированной коробкой DSG-7 с двумя мокрыми сцеплениями. При этом предлагаться такая машина будет лишь в топовом исполнении Style. Такая Octavia будет предлагаться за 1.840.000 рублей. Со всеми же доп. пакетами её стоимость уйдёт за 2.000.000. При этом на рынке России новая Octavia будет доступна лишь в кузове Liftback. Универсал предлагать не планируют. Так же, как и не планируется продажа заряженной версии RS. Напишите, пожалуйста, в комментариях, как вам цены на новинку, планируете ли вы купить себе подобные автомобили. И если нет, то какого конкурента предпочтёте лично вы? На данный момент это вся информация о новинке. Как только появятся новые сведения, я немедленно запишу видео и расскажу о них. Поэтому подписывайтесь на мой канал и нажимайте на колокольчик, чтобы сразу же получить уведомления о выходе нового выпуска. Также прошу вас поддержать меня, поставив этому видео лайк. Ведь только ваша поддержка позволяет не уделять время созданию подобного контента. На этом у меня всё. Огромное вам спасибо за просмотр. Удачи и пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok